Вишкоролева дворцеводных видов спорта в бассейне утонула девушка 97 года рождения, которая, по словам очевидцев, пролежала на дне около 10 минут. Сейчас идет проверка всех обстоятельств происшествия. В настоящее время спортивный объект закрыт для посетителей, сообщает ГТРК Мариел. В Мариел мужчину, обвиняемого в педофилии, приговорили к 14 годам колонии. Следствием установлено, что в августе 2019 года вишкоролев мужчина подошел к 11-летней девочке и начал совершать действия сексуального характера. Мужчина признан виновным по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает региональное управление Следственного комитета. В результате проведенной прокуратуры проверки одного из торговых помещений Волжска суд запретил собственнику его эксплуатацию. Оказалось, помещение использовалось для предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения городской администрации. Суд запретил собственнику помещение его эксплуатацию до получения необходимого документа, сообщает Волжская межрайонная прокуратура. В Волжске началась реконструкция некоторых атрибутов обелиска павшим воинам из ТЭЛа 107-й бригады, бутафорских орденов победы и знамени 18-й армии. 13 февраля при поддержке городских предпринимателей атрибуты были демонтированы и в этот же день доставлены на производство для проведения реставрационных работ. В Волжске осуждена бывший руководитель городского комитета по управлению имуществом. В 2013-2014 годах чиновник сначала передала в аренду за уаряда земельный участок, а затем заключила дополнительное соглашение, которое изменило вид разрешенного использования. Кроме этого, уменьшен годовой размер арендной платы за землю. В результате этих действий городу причинен особо крупный ущерб на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета. В Волжске продолжает расти число заболевших ОРВИ и гриппом. Относительно предыдущей недели количество больных увеличилось на 56%. Основную долю 64% составляют дети до 14 лет. Медики прогнозируют дальнейший рост заболеваемости. Напомним, с 5 февраля в Волжске введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Жители Мариэла ожидают две сокращенные рабочие недели. В этом году в День защитника Отечества мы будем отдыхать с 22 по 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с женским праздником. Рабочая неделя затем также продлится 4 дня с 10 по 13 марта. Подробнее об этих и других событиях вы сможете узнать в ленте новостей информационного портала Волжск-24. Ну и по традиции о погоде на ближайшие выходные. Столбики термометров плавно начнут расти вверх. Если в ночь с пятницы на субботу температура за окном будет держаться на уровне минус 14 и минус 15 градусов, то уже к вечеру воскресенья потеплеет до минус 4. Из осадков в выходные прогнозируется небольшой снег. Ну а с понедельника снова ожидаются плюсовые температуры. Прогноз погоды подготовлен по данным электронных СМИ.